Всем привет! Я прибираюсь на кухне. Сейчас не очень светло, потому что уже вечер. И это коробка из-под мультиварки, которую я никак еще не использую. Это из-под весов кухонных. Коробка из-под фена. Кстати, волосы действительно в него засасываются. С задней стороны. Потому что здесь как раз оно крутится в ту сторону, чтобы туда засасывалось. У меня уже это случалось в последнее время. К счастью, не так сильно, как раньше в детстве. Но все-таки какие-то прядки пришлось остричь. Коробки обычно говорят в магазине сохранять в течение гарантийного срока. По закону вы можете вернуть товар, если он перестал работать. Даже без упаковки. Это просто продавцам так удобнее. То же самое по поводу этих многострадальных щипцов. Пора уже избавиться от этих упаковок. Потому что, казалось бы, ерунда. Но целый угол на кухне все это занимает. Большое блюдо. Которое крайне редко используется. И, понятное дело, большую часть-то без дела. Громоздкое. Столько салата уже никто не делает. Это прикольная внутренняя часть терки. Сюда вставляется терка. Она еще сохранилась. И предполагается, что натертая окажется внутри. Но по факту я этим никогда таким образом не пользовалась. Ванночка для пупсика для себя была маленькая. Я бы так и играла. Уже лучше смотрится. Поехали сюда. Здесь та же самая моя любимая кастрюля Кандалта. Которую я никак не выброшу. Ну, потому что жалко. И я в ней приспособилась сварить картошку в лунде. Двухлитровая банка. Подарок профсоюза. Как всегда дурацкий. Термос, который ни туда, ни сюда. На той полке сверху грязелка такая, что там не отмыть. Я там нашла даже копейку. Реальные советские деньги. 10 копеек 79-го года. Они были там приклеены в грязь. И отмыть невозможно. Там старелый жир за много лет. Пыль все скопилось. Но что-то с этим сделать нужно. Потому что кот любит. Он любит вот там сидеть. И он собирает на себя это все. Проще, я думаю, будет заклеить какой-нибудь пленкой. Здесь, конечно, ситуация получше. Здесь, несмотря на весь минимализм, тоже надо что-то делать с лишними вещами. Здесь я протираю. Здесь чисто. На холодильнике тоже чистота, красота. Это лежаночка для котика. Там на той скобке раньше полка висела. На этих двух скобках. На полках у меня уже прибрано. Давно прибрано. Здесь у меня все только самое необходимое. Рис, сушеные грибы, консервированные продукции. Это для того, чтобы нож заострять. Это соль, кофемолка, заварка черный чай, заварка зеленый чай, ножницы, эротический фильм. Внутри шкафа у нас тоже все прекрасно. Слезаем, смотрим. Инструкция от мультиварки. Картина, привезенная из Петербурга. Инструкция от... Как это называется? Такая штука, чтобы заваривать в ней. Разные кружки, кружки. Одна, к сожалению, разбилась. Но выкинуть не могу. Очень хорошая найти. Замена тоже не получается. Всякая посуда, я не знаю. Сколько всего. Шприцы. Еще в отличие от кошки остались. Ножницы, которые я не использую кухонные. Штопор. Кружку, которую кот все время сбрасывает. Так, это уже кот разгрыз. Пойми, чего. Какие-то запчасти. Похоже на какую-то запасную часть от блендера. Эта же часть от душа. Надо превентить. Осуществить, так сказать, превентивные меры. На басму. Сколько лежит, никак не пользуюсь. Надо что-то с этим делать. Кошачьи миски. Полезно, например, применять рыцарь. Потому что нашла ситечки. Надо поменять на новые. Дальше. Это для яйца. Также я использую, чтобы чай заваривать. Накрывать крышку. Миска. Последнее мыло. Осталось из привезенных из Нижнего Новгорода. Соль. Витамины тоже котом погрызанные. Бамбуковая чашка, которая разбилась. Теперь я храню здесь всякую мелочевку. Прищепок. Не пойми чего. А, от микрофона. Сим-карта. Метро Машковское. Метро Петербургское. Метро Петербургское. А, это Нижегородское. Смотрите. Это жетончик из Нижнего Новгорода. Метро. А это из Петербурга. И в Нижегородских пробита дырка. Потому что они с петербургскими, с питерскими одинаковые по весу. И, видимо, нижегородцы настолько захламили питерские сборники жетонов. Своими нижегородскими жетонами, что стали делать отличия по весу. Чтобы они не проходили. А эта крышка от той самой банки двухлитровой хранится отдельно. Потому что, если ее надетой на банку хранить, то банка внутри начинает вонять. Но, правда, если снимать крышку, то внутри банки скапливается пыль. Даренная чашка, сувенир кофейная. Годится только как сувенир. Потому что пить из нее кофе неудобно. Во-первых, вот эту ложку надо вынимать. Иначе палец не пролазит. Во-вторых, она слишком маленькая. Нужно наполнять по нескольку раз. И в-третьих, из нее почему-то кофе все время течет. То есть, его пьешь, а оно стекает. Посмотрим, как с этим цветом. Видно, что немножко разный оттенок лака, да? Этот зеленоватый, а тот больше бирюзовый. Ну, в общем, пьешь, а он стекает каплями. Неудобно. Это тоже от блендера. Еще один потрясающий подарок от профсоюза. Набор стопок. До этого приходилось пользоваться такими. из супермаркета, в принципе, вот и хватало двух штук на какие-то события. Ну, в общем, тоже. Один раз воспользовались, и все. И серии выкинуть жалко, а пользоваться незачем. Обычно профсоюз дарит именно такое. Вот этот чай, с которым пора уже проститься. Ну, не знаю, какой-то там с фруктовыми мотивами почему-то он не идет в ход. И стает уже довольно давно. Это запчасти от блендера. Это квас сухой. Там какаво нашелся. Представляете, чуть недавно не купила. Вот насколько полезно время от времени перебирать свои запасы. Потому что забываешь, что у тебя есть, и можешь даже повторно купить. Это ситечка. Известная фирма, которая кухонные поднадлежности делает. Называется Тоскома. Я покупала для кофе. Для того, чтобы большой объем процеживать, через ситечку у меня получается только в несколько приемов. А здесь можно все сразу перелить. Но, видите, что случилось. Отошла сетка, оторвалась. Сама по себе я не прилагала никаких особенных усилий. Очень жаль. Вот и, да. И вряд ли можно думать, что это было не приспособлено для горячего кофе. Потому что, ну, для чего же еще это может быть приспособлено. Жалко. К сожалению, не годится. Видимо, придется. Ну, что, ну, только выкинуть, что еще с этим сделать. А мне было удобно за один раз все фильтровать. И потом собирать эту гущу. Пользоваться ей как скрабом. Как растительные травы всякие. Лекарственные. Тоже из серии купил, забыл, не пользуюсь. Так, здесь, кроме кота, у нас находится рабочая часть от блендера, которую я пользуюсь часто. И салаты, когда делаю. И всякую готовку. Насчет кота не переживайте, что там его задница и хвост находятся. Я потом обязательно все полоскаю перед использованием все равно. Это хороший кофе, который недавно купила. И надо его пересыпать в какую-нибудь коробочку. Иначе кот разгрызет и все испортит. Зубочистки. Мой маст хэв. Но эти какие-то дурацкие. Слишком тонкие и очень много бракованных. Я еще удивлялась, а чего они так дешево стоят? Вот почему. Мотор от блендера. У меня сейчас Бош. Электронные весы. Дешевенькие, простенькие. Сахар. Обязательно в закрывающейся коробке, потому что иначе все летит. Почему-то. Это остатки чая. Кстати, недавно научилась нормально заваривать чай. Хороший чай сейчас днем с огнем не найдешь. Я такой люблю. Но купить не могу даже в Москве. Когда приезжаю, просто нет продажи. И все. Там у меня сейчас кофе. Дешевенький кофе я пересыпала молотый. Для того, чтобы использовать как скраб. Ну, может быть, настанут времена. Буду его и заваривать. Основная часть у меня здесь хранится. И я маленькими порциями пересыпаю в коробочку, которая у меня находится в ванне. Маленькими порциями, чтобы не заплеснили. Вот он тот кофе, который плохой. Назывался, кажется, Паулик. Я все посмотрела. В упаковке было написано, что это стопроцентная арабика. Легкая обжарка. Сами зерна светлого цвета. Очень может быть, что все это так. Но почему-то по вкусу это невозможно что. Ну, плохо. Плохой кофе. Не знаю, плохой. Надо его, наверное, вытрясти из этой коробки. Я уж его и так, и сяк пробовала. Невкусный. Невозможно. Так, да? Витамины, минералы и мальт-паста. Надо котам добавлять, чтобы у них шерсть растворялась в желудочно-кишечном тракте. Давайте посмотрим, что там еще. Так, все, больше ничего не осталось. Вот, смотрите. Лежал где-то. Пузо все испачкал. Колтуны себе нагулял. Часть я расчесала. И надо еще удалять все это дело. Он плохо дается. Поэтому только по частям обрабатывать. Часто используемые таблетки. Переложила в мисочку. Витамины. И эферофальгам. Это мой препарат железа. Пока еще принимаю. В шкафчике. Много всего. Там косметика, лаки, лекарства. Ну, это чтобы быть спокойной. Это надо поближе поставить. Тролль. Что характерно. Женщина. Там тоже столько всего. Что требуется разобрать, рассортировать. Шнур от мультиварки. Новая кисточка. Хлоптик геркулес. Прячу сюда. Потому что иначе кошка все сгрызет. Любая из них. Чай. Приправы. Тоже переехали сюда недавно. Потому что иначе кот все находил. Разгрызал. Портил. Кофе я купила недавно. Я уж его выбирала. И читала. И в дырочку нюхала. И что только. Оказался дурацким. Хороший чай. Новая упаковка. Сейчас я ее раскрою. И пересыплю к остаткам такого же чая. Который я храню в закрывающейся коробке. Опять же. Для того. Чтобы кот все не испортил. Перекись водорода. Для дезинфекции. Борьбы с грибками. На кафеле. Это вот расчески. Которые я покупала. В запале. Покупки расчесок. Пока еще. Ими не пользуюсь. Но. Запаслась надолго. Наконец-то мне хватает. У меня везде. В каждой комнате лежит. Раньше бывало. Сходишь в гости. Оставишь случайно расческу. Все. Трагедия. Сейчас уже. Это все далеко в прошлом. Это картридер. Чтобы читать. Карту памяти. Из этого прибора. Аппарата на который я снимаю. Вот еще одна расческа. Из той же серии покупок. Мало ее использую. Она очень жесткая. Она совершенно вся пластмассовая. Цельная. И она хорошо годится для того, чтобы массировать голову. Например, нанести какое-нибудь масло. И распределять. Массировать. Потом ее легко отмывать. Не опасаясь за то, что эта расческа может испортиться. Но приходится прятать. И приправу. И чай. Потому что вот. Кот достает. Разгрызает. И все портится. Очень-очень красивая упаковка. И более-менее неплохой сам чай. Вкус молочный улун. Конечно, это не настоящий улун. Не такой, как он должен быть. По стандарту. Но, тем не менее, что-то более-менее подходящее. Для Янку добавила в часто используемые лекарства. Здесь в упаковке предусмотрена зип-застежка. То есть можно раскрывать, открывать. И хранить в пакетике. Он, кстати, красивый. Это очень здорово. Когда такая красота на кухне где-то стоит. Но мне приходится пересыпать в коробку. С плотно закрывающейся крышкой. По означенной причине. И хранить таким вот образом. Пахнет очень хорошо. Вот сейчас, когда пересыпала. Вновь насладилась запахом. Вот сейчас. Пахнет пахнет. illes отец. Отец. И украин side. Псеинг. Пересыпать. Эпина. Это какой-то, тысяча. Продолжение следует...